Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще по какой-то причине не подписались, рекомендуем это сделать, поскольку на нашем канале вы найдете большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзоры на машины в формате тест-драйвов и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре мы познакомим вас с очередным автомобилем, который приехал в наш автосалон из Японии. В данном случае речь пойдет про машину формата 7-местный минивэн, причем марки Toyota. В рамках сегодняшнего короткого обзора мы посмотрим, что представляет собой подобный автомобиль снаружи и внутри, включая салон и багажник, поговорим немножко про техническую составляющую, а также глянем на машину снизу, с подъемника. Toyota Viz 2-го поколения в 20-м кузове появилась в 2009 году. Этот автомобиль продолжал выпускаться по 2017 год. 8 лет это весьма солидный срок по современным меркам. При этом в 2012 автомобиль подвергли рестайлингу, в ходе которого обновили машине внешность, а также слегка доработали агрегатную линейку. Причем сами модели двигателей остались теми же, но поменялась в том числе и мощность, которая незначительно уменьшилась. На данных автомобилях под капотом могло находиться всего два варианта агрегата. Оба мотора бензиновые, 1.8 литра на 133, либо 130 лошадиных сил с полным приводом, и на 143, либо 144 лошадиные силы при переднем приводе, а также двухлитровый агрегат на 158 или 152 после рестайлинга лошадиные силы. Коробки передач только вариаторные. Наш сегодняшний экземпляр 2012 года выпуска. Здесь мотор 1.8 на 143 лошадиные силы, передний привод и вариаторная коробка передач. Эта машина по России еще не ездила, приехал он к нам из Японии. Пробег 148 тысяч километров, аукционная оценка 4 и родная краска по всему кузову. Сложно было упрекнуть в небольших внешних габаритах автомобиль первого поколения, но второй Виш вырос по этим параметрам. Длина машины 4 метра 60 сантиметров, ширина 1 метр 72, а высота 1 метр 59 сантиметров. При этом колесная база составляет 2 метра 75 сантиметров, а это достаточно много, больше чем у некоторых седанов бизнес-класса. При этом при взгляде на автомобиль со стороны не создается впечатление какой-то громоздкости или неповоротливости. Внешне 20-й кузов Виша все же больше напоминает классический легковой универсал. Кстати говоря, машина достаточно легкая, снаряженная масса 1350 килограмм, а максимально разрешенная масса до 1700 килограмм, что достаточно немного. Вкупы с вариаторной трансмиссией, хорошей обтекаемостью и экономичными современными двигателями все это дело приводит к тому, что данный автомобиль весьма экономичен. Так что емкости 60-литрового штатного бака вам должно хватить с избытком, как в городе, так и на трассе. Что касается толщины лаккрасочного покрытия, на этих автомобилях вы скорее всего увидите стандартный для любой Тойоты разбег от 90 до 140 микрон. Именно так дела обстоят на этой машине. А вот о том, что касается стойкости к коррозии, на данный момент эти машины еще не слишком старые, и по большому счету, как следует, ржавчина на них себя еще не проявила. По собственному опыту можно сказать, что если вы смотрите, например, полноприводный вариант, смотрите его на подъемнике обязательно, поскольку такая машина имеет все шансы приехать с северных регионов Японии, где в зимний период очень широко используются антигололюдные реагенты. С завода эти машины, естественно, не обрабатываются серьезно антикоррозийной защитой. Поэтому, если регион, где вы планируете эксплуатировать подобную машину, не слишком благополучен в плане использования солей и реагентов на дорогах, желательно будет обработать днище автомобиля дополнительно. Антикоррозийной защитой лишним точно не будет. Обзор автомобиля по традиции начинаем с багажного отделения. Доступ куда нам открывает пятая дверь с электрозамком. При поднятом третьем ряде сидений длина багажника, конечно, очень небольшая, но пару пакетов из супермаркета сюда все же поставить можно. Ширина проема при этом, кстати говоря, составляет порядка 107 сантиметров по нижнему краю, где он уже начинает сужаться. Это достаточно немало. Высота багажного отделения от пола до крыши порядка 80 сантиметров. Ну, а длина при поднятых сидениях это порядка 40 сантиметров. В том случае, если третий ряд сидений вам в данный момент не нужен, вы можете спокойно сложить его в ровный пол. В этом случае длина багажного отделения значительно возрастает и составит уже практически метр восемь, метр десять сантиметров. А ширина между колесными арками в данном случае это порядка 107 сантиметров, что также очень и очень хороший показатель. Ну, а если груз, который вам надо перевезти не только достаточно объемный, но при этом еще и длинный, вы, конечно, можете сложить спинки второго ряда. При этом вы получите ровную погрузочную площадку и весьма и весьма солидную длину багажного отделения, которое при таком варианте трансформации салона увеличится до метра восьмидесяти двух сантиметров. Ну, а если груз узкий, но при этом очень и очень длинный, вы можете погрузить сюда что-то длиной до двух метров шестидесяти сантиметров, прежде чем груз упрется в панель. Что касается каких-либо удобств в багажнике, то в данном случае здесь не очень-то много что есть, но присутствует у нас плафончик освещения. Здесь есть достаточно большая, но не глубокая ниша, куда можно спрятать что-либо наподобие, например, инструмента, под который нет совершенно ничего, кроме небольшого коврика на полу. А по левой стороне багажника у нас за декоративной крышкой прячется штатный набор инструмента и домкрат. Что касается запасного колеса, в нашей комплектации докатка есть, она находится снизу под полом и опускается вниз на своеобразном домкрате, подобно тому, как это реализовано, например, на Mitsubishi Outlander. Ну а теперь пару слов про салон 20-го Виша. Первое, на что обращаешь внимание, попадая сюда, это на профиль сидения. Лично мне он очень нравится. Сидение на самом деле достаточно профилированное. Здесь есть довольно ярко выраженная боковая поддержка, как на самой подушке, так и, собственно, на спинке сидения, где она даже гораздо более развита, чем внизу. У пассажира и у водителя присутствует по влежному подлокотнику, подобно тому, как это было реализовано, например, на Lexus RX. Под правой рукой подлокотник, отделанный тканью на дверной карте, все весьма удобно. И что касается посадки за рулем, мне достаточно быстро, при моем росте 1,86 м, удалось устроиться здесь удобно. Что касается диапазона регулировок, например, той же самой рулевой колонки. В данном случае регулируется она и по наклону, и по вылету. Причем диапазон этих регулировок весьма достаточный. Не сказать, что чувствуется какая-то ущемленность по этому параметру. То же самое касается и продольной регулировки сидения, например. Она здесь достаточно в широком диапазоне, и моя левая нога при максимально отодвинутом назад кресле практически выпрямляется в колени, когда я ставлю ее на площадку для отдыха левой ноги. Присутствует также и регулировка водительского кресла по высоте, причем диапазон этой самой регулировки также весьма и весьма немаленький, что позволяет предположить, что водитель любого роста спокойно и свободно устроится за рулем двадцатки и не будет чувствовать себя обделенным ни по одному параметру. Что касается обзорности и вообще впечатлений от автомобиля. В данном случае лобовое стекло у нас находится достаточно далеко от наших, собственно говоря, глаз. Панель приборов имеет достаточно авангардную форму, непривычную глазу, сразу скажем. Это касается и формы дефлекторов, и, собственно, самой формы панели, включая ее наклон, и выглядит это все достаточно интересно. При этом нельзя сказать, что обзорность здесь хоть в чем-то затрудненная. Достаточно большие дополнительные окошечки в передних стойках, удобные зеркала, довольно информативные, достаточной площади. В общем-то, каких-либо претензий по этому параметру нет. Комбинация приборов достаточно простая, очень хорошо читаемая. Что касается кнопок и органов управления, то любой человек, который хоть раз в жизни прикасался к любой Тойоте, здесь без труда освоится. По правой стороне клавиши стеклоподъемников и центрального замка. Кстати, абсолютно все стекла в этом автомобиле имеют автоматический режим, как на подъем, так и на опускание. Это на самом деле очень удобно, хотя и звучит как мелочь. Справа от руля у нас кнопка запуска двигателя, кнопка выключения системы стабилизации, и блок управления регулировкой боковых зеркал. По левой стороне от селектора удачно скомпонованный блок управления климатом в автомобиле. Климат-контроль здесь автоматический, хотя рассчитанный только на одну единственную зону, но, тем не менее, имеется здесь и дисплей, и регулировка температуры осуществляется довольно-таки удобной крутилкой. Клавиши аварийной сигнализации и режимы работы автомобиля, и трансмиссии в том числе спортивный, либо режим экономичный. А на дисплей двухдиновой магнитолы выводится изображение с камеры заднего вида, что значительно облегчает парковку задним ходом на достаточно длинном и большом автомобиле. Теперь, что касается разного рода ниш бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения. В данном случае у нас есть достаточно удобный выдвижной подстаканник в передней панели, который параллельно может выполнять функции мелкого бардачка. Здесь есть небольшой ящичек, куда тоже можно что-то пристроить, например, карточки, деньги, либо какую-то мелочевку. Розетка 12-вольтовая по низу, еще два подстаканника в центральном тоннеле, плюс достаточно небольшой по объему бокс в центре, правда, с довольно гремучей пластмассовой крышкой, но можно держать ее и в открытом положении. И штатный бардачок, куда помещается, ну, несколько листов формата А4, то есть, например, страховой полис вы можете сюда легко положить. Японец вывел сюда некие USB-разъемы, скорее всего, для магнитолы. Ну и есть небольшая полочка в передней панели, куда можно пристроить, ну, разве что, например, зонт. Также в дверных картах сбоку внизу есть пространство, отформованное под установку небольшой бутылочки размером, скажем, 0,5 литра, и не особо вместительный плоский кармашек, куда можно также что-то небольшое бросить. Ну, а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем сидении. Что касается заднего дивана, в данном случае я сижу сам за собой, при росте 1,86 м, мои колени не касаются переднего сидения, здесь еще даже остается запас по пространству. При этом ступни удобно размещаются на полу, и по большому счету в таком положении можно ехать даже на дальняк. Какого-либо особого дискомфорта здесь не будет. Сидение заднее само по себе не столь профилированное, как передние кресла, здесь нет такой боковой поддержки, но оно и не нужно, поскольку автомобиль все же рассчитан на размещение трех человек на заднем ряду. Из удобства для задних пассажиров можно отметить открывающийся из центрального бокса подстаканник внизу, правда, он здесь один-единственный. Также есть куда положить локоть, это и сами дверные карты, и дополнительный подлокотник, который открывается из центральной секции, причем он достаточно удобный. Регулируется здесь как наклон спинки, причем вместе с подлокотником в данном случае, так и есть продольная регулировка кресла. Правда, сейчас сидение сдвинуто до самого упора назад, но если необходимо высвободить пространство для третьего ряда, можно пододвинуться и в достаточно широком диапазоне. Правда, при моей регулировке водительского кресла я уже уперся коленями. И еще одно дополнение, если такая необходимость возникнет, второй ряд сидений Виша в данном случае можно превратить в столик. Для этого нужно сначала откинуть подушку сидения вперед, ну а затем уже непосредственно сложить саму спинку. В данном случае мы получаем удобный ровный стол с пластиковой отделкой. Ну а теперь давайте посмотрим, как будут обстоять дела на третьем ряду. Ну и что можно сказать про третий ряд? Понятно, что простора, например, Nissan Sirena или Honda Step-Wagon полноразмерных минивэнов от этой машины ждать было достаточно глупо. Для чистоты эксперимента второй ряд сидений в данном случае максимально сдвинут назад по продольной регулировке. И, честно сказать, места для ног здесь нет совсем. Благо ситуацию немножко способна выправить возможность отодвинуть переднее кресло, не вставая, собственно говоря, со своей позиции. Если второй ряд мы пододвигаем вперед, то, в принципе, несмотря на то, что ноги бедром не касаются здесь подушки сидения, и на дальнюю дорогу так ехать, конечно, будет неудобно, но поместиться можно. У пассажиров третьего ряда из удобств только подстаканники и, собственно говоря, подлокотник. По ширине это два человека и по количеству ремней, соответственно, тоже. Но людям небольшого роста или, например, детям на третьем ряду Toyota Vish будет ехать вполне себе нормально. Что касается агрегатов под капотом Toyota Vish, то здесь разговор будет, на самом деле, недолгим. Здесь мог размещаться, по большому счету, один и тот же агрегат, но в двух своих ипостасях в том, что касается рабочего объема. Два ZR-FAE и три ZR-FAE мотора объемом 1,8 и 2 литра, соответственно. Первый мог иметь варианты форсировки на 133 либо 130 лошадиных сил для полноприводных автомобилей и 143 либо 144 лошади для автомобилей на переднем приводе. Двухлитровый агрегат развивал побольше мощности 158 и 152 лошади, соответственно, на до- и пострестайлинговых автомобилях. По своей конфигурации эти моторы представляют собой алюминиевые рядные четверки с самым обычным распределенным впрыском топлива, цепным ГРМом, гидрокомпенсаторами, соответственно, зазоры клапанов регулировать здесь не нужно, двумя фазовращателями на впускном и выпускном распредвалу, а также суффикс FAE на двигателе Toyota указывает на то, что на данных агрегатах используется система изменения высоты подъема клапана Volumatic, что позволяет добиться лучших показателей эластичности работы двигателя во всех его диапазонах работы, а также снизить расход топлива. Двигатели ZR-серии весьма распространенные агрегаты у Toyota, соответственно, проблем с поисками запасных частей или, например, контрактного агрегата в целом, если что-то произошло, возникнуть не должно. 3ZR-FAE, в частности, устанавливался на ту же самую Toyota RAV4, которая шла на европейский рынок. Данный агрегат нельзя сказать, что проблемные моторы достаточно надежные при должном уходе, если вы не будете их перегревать и будете менять масло в разумный интервал, хотя бы раз в 7000 км пробега отходят далеко за 250-300 тысяч километров. Если подытожить весь перечень каких-либо нареканий по данным силовым установкам, то он будет, во-первых, не обширным, а во-вторых, здесь нет ничего особо оригинального. Так, некоторые владельцы автомобилей с подобными двигателями, конечно, сталкивались с расходом масла на угар, особенно если этому обнаружению предшествовал перегрев, что вполне может привести к залеганию маслосъемных колец, причем достаточно оперативно. Так же, как и на большинстве агрегатов Toyota, надо поглядывать за исправностью насоса системы охлаждения, поскольку помпа здесь может как отходить достаточно продолжительный период времени, так и, например, дать течь на пробегах в районе 50-60 тысяч километров. В любом случае, при обслуживании автомобиля за насосом системы охлаждения надо поглядывать. Если пробег автомобиля, который вы смотрите ближе к отметке 200 тысяч километров, есть шанс, что, в принципе, вы можете столкнуться с необходимостью поменять цепь, в связи с тем, что цепь на данном двигателе к большим пробегам может подрастянуться, что проявит себя характерным звуком при работе, но в особо запущенных случаях может также привести к появлению ошибок по фазам газораспределения. Также при осмотре автомобиля с большим пробегом крайне желательно запустить двигатель на холодную и проконтролировать отсутствие постороннего шума со стороны муфт VWTI при работе агрегата. Ну а корнем проблемы с плавающими оборотами, например, на этих моторах, как правило, является грязная дроссельная заслонка, которую время от времени необходимо чистить. Так что, по большому счету, ничего сверхъестественного этот силовой агрегат в себе не таит, и если вы приобрели подобную машину в живом состоянии с известной историей, с большой долей вероятности при должном уходе этот мотор отходит очень и очень долго. Единственное, о чем следует помнить, так это о наличии здесь системы изменения высоты подъема клапана Volvo Matic, с которой, как правило, были связаны некоторые проблемы у владельцев подобных авто, причем не с самой системой, а, скажем, с ее блоком управления. На практике нам тоже приходилось сталкиваться с подобным, но не на праворульных автомобилях из Японии, а на двухлитровых версиях агрегата под капотами RAV4. В некоторых случаях блок системы можно отремонтировать, ну а в самом неплагоприятном варианте его придется менять целиком. В случае, если блок заглючит, вы обнаружите это по нарушению режима работы двигателя и по целой гирлянде сигнальных ламп на панели приборов. Что касается коробок передач, здесь стояли только вариаторы, неважно, на полном либо переднем приводе автомобиль, и по ресурсу к коробкам на V-шах второй генерации вопросов по большому счету нет. Меняйте масло раз в 40 тысяч километров, используйте оригинальную жидкость Toyota для вариаторов трансмиссий, и помните о том, что при каждой замене масла, конечно, нужно менять и фильтрующий элемент. В этом случае вы вправе рассчитывать на то, что трансмиссия на этих автомобилях пройдет в ваших руках свыше 250 тысяч километров. Ну и перед тем, как мы заглянем под этот автомобиль с подъемника, предлагаю посмотреть на то, что у нас происходит по части дорожного просвета. Понятно, что низшая точка автомобиля будет находиться в данном случае не под губой переднего бампера, а скорее под элементами выхлопной системы, но парковаться к поребрику вы все-таки будете бампером. Поэтому имейте в виду, что край переднего бампера стоит у вас от поверхности асфальта на расстоянии порядка 20 сантиметров. Чуть ниже его задняя часть, это около 17 сантиметров, ну а до брызговичков 15, что очень и очень даже достойный показатель. За передними колесами до элементов аэродинамического обвеса от земли у нас 19 сантиметров, и в задней части это те же самые 15 до брызговичка и 20 до декоративной накладки порога. Ну а если препятствие очень уж высокое, то порядка 24 сантиметров запасов под задним бампером сделают вам погоду при парковке задним ходом. Единственное что, постарайтесь не оторвать при этом банку глушителя. Что касается подвески этого минивэна от компании Toyota, в данном случае по своей схеме на переднем приводе она выглядит так. Спереди у нас используется Макферсон, ну а сзади подвеска зависимая, то есть здесь балка с двумя сайлентблоками и по большому счету без всяких разных хитростей. Если бы речь шла про выдовое, автомобиль задняя подвеска выглядела бы немножко по-другому и была бы на двух поперечных рычагах. Что касается ресурсов и элементов этой ходовой части, то по большому счету на пробегах до 100-120 тысяч километров, а в некоторых случаях и более, владельцы подобных автомобилей сталкиваются разве что с необходимостью обслужить стабилизатор поперечной устойчивости. Все остальное в подвеске Виша живет сильно дольше. Кстати, в отличие от, например, маленького Филдера, на Више шаровые опоры в нижних рычагах по-прежнему съемные, за что честь и хвала инженерам компании Toyota. Менять весь рычаг в сборе при необходимости заменить шаровую вам не придется. Ну а что касается рулевой рейки, самого дорогого элемента любой ходовой части, в данном конкретном случае она электрическая, соответственно никаких протечек, ничего подобного вы никогда не увидите. Рейка здесь сухая по большому счету и какой-либо хлипкостью не отличается. Однако это не значит, что при покупке подобного автомобиля можно проигнорировать проверку рейки на наличие люфта. В любом случае ремкомплект вполне доступен, он находится в свободной продаже и в случае чего перебрать рейку на Више можно достаточно недорого. Причем для демонтажа рейки в некоторых случаях даже не приходится скидывать подрамник. Что касается задней подвески, в данном случае у нас балка, два больших сайленблока и две втулки на амортизаторах. Вот и вся конструкция. Если автомобиль будет полноприводным, то соответственно надо будет обратить внимание на целостность сайленблока в задних рычагах. Однако, как показывает практика, ранее 200 тысяч километров пробега, кто-то вообще вряд ли полезет сюда что-то менять. И последняя ремарка касается докатки. Как мы говорили в самом начале этого видео, запасное колесо на Више находится снизу. И на некоторых комплектациях она вовсе не предусмотрена. Но в этом случае можно спокойно докупить комплект от предыдущего кузова и установить все сюда. Соответственно, оснастив свой автомобиль запасным колесом, которого с завода на нем могло и не быть. Такой мы увидели сегодня Toyota VISH 2012 года с двигателем 1.8 на 143 лошади, передним приводом и вариаторной коробкой. Надеемся, что после просмотра нашего видео у вас появилось общее впечатление о том, что представляет собой подобная машина. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, есть шанс, что к моменту выхода видео машина все еще будет находиться у нас на продаже в автосалоне RDM Import в городе Новосибирске. Уточнить всю интересующую вас информацию по машине, как то, наличие цену и какие-то дополнительные детали, вы можете, воспользовавшись контактными данными под этим видео в описании. Ну, а если у вас был или есть VISH в этом кузове, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить, чем нас поправить, тоже укажите все это в комментариях, поскольку людям, выбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может помочь сделать верный выбор. Спасибо за просмотр и хорошего дня. До новых встреч на канале. Пока!